Особое мнение на 101FM В пятницу после обеда появились разговоры о том, что возможно это случится Ближе к вечеру появился документ уже на сайте Думы о том, что завтра, то есть во вторник Внеочередное собрание последнего созыва, который работал и, видимо, надеялся завершить свою работу Вот их снова собирают, чтобы они приняли отставку градоначальника Знаешь, Анна, я хочу начать с другого Я хочу всем сказать, да, поздравить всех с тем, что вот мы пятницу праздновали Я был приглашен, за что спасибо Ольге Юрьевне Доротюк Значит, на празднование 80-летия нашей фабрики весна, фабрики игрушек номер 2, если так можно, так сказать Вот еще называть по-старому Конечно, там народу было много, праздник был хороший, добрый и очень знаменательный для нашего города Потому что вообще мы, что имеем такую фабрику на территории своего города с таким руководителем Ну и там поздравлений было много, много людей там официальных приходило Но тронуло только одно выступление Вот несмотря у меня неоднозначное отношение к Марии Бутиной К депутату Государственной Думы Да, да, да Но самое лучшее поздравление было у Бутина Все остальные от областной администрации Это сейчас не реклама была Марии Бутиной Нет, нет, нет Она никуда не выбирается Нет, вы же знаете, что я к Единой России как отношусь как бы Нет, я именно по-человечески То есть я всегда говорю, что я людей как бы уважаю всех Вот, но про их работу, про их деятельность буду говорить Если они плохо поступают, буду говорить, вы плохо поступаете Или неправильно поступаете Вот, поэтому вот отмечу, что несмотря на то, что она от Единой России Вот, и можно сказать, что представитель власти Вот она лучше, чем наши Какие-то были там представители областной администрации Там от города просто было смешно Как пыталась поздравить, так сказать, Ковалева Но вот при этом вот самое лучшее выступление было Марии Бутиной Вы знаете, было не фальшиво Было искренне Было прочувствовано, как ни странно Мы уж много всяких выступлений с вами видели Вот, но вот с такой точки зрения Ну и поздравляю еще раз сотрудников А фабрику Весна с 80-летием Да, с 80-летием Ну и весь наш город с этим праздником Да вообще, мне кажется, 80 лет любому предприятию Это надо сейчас просто как, не знаю, как праздник Общегородской отмечать Да, можно было в принципе сделать это Немногие Я считаю, что вот мы могли бы от этого повода сделать хороший праздник в городе Детский Детский хороший праздник могли бы сделать Но, к сожалению, те, кто сегодня возглавляют и ведут за собой культуру нашу Значит, и в городе, и в области Они не способны даже понять, что такие поводы можно использовать для того, чтобы людей просто порадовать Ну подождите, они вот сейчас еще подумают Там же люди меняются все время Меняются люди, меняются Дайте людям осмотреться, новоприбывшим А потом они будут организовывать У нас ведь есть и неновоприбывшие Есть и неновоприбывшие, да Ну вот, они новоприбывшие Вернемся к городу, да А неновоприбывших, а точнее уже практически отбывших мы сейчас поговорим Ну, отбывших в смысле со своего рабочего места Ну вот эта вот отставка главы администрации накануне выборов Она немножко странно выглядит, как мне кажется Там, с одной стороны, вроде и претензий, и критики много Постоянно, значит, Дмитрия Осипова склоняли там во всех средствах массовой информации Во всех телеграм-каналах И это не так, и это не то Вот, с другой стороны, после выборов глава администрации И так, как я понимаю, ушел бы со своего поста То есть месяц остается до выборов Зачем эта отставка? Почему именно сейчас? Ну вот сейчас люди гадают А никогда бы он не ушел с этого поста Это было бы всегда вовремя Чем раньше бы он ушел, тем раньше было бы это вовремя Потому что вы помните Я надеюсь, мы с вами в самом начале, когда его назначали Говорили, что это назначение, это абсурд То есть нельзя назначать таких людей Мы тогда обсуждали разные кандидатуры По-моему, или до него мы обсуждали Речь шла о Долгополове, может быть, до него И о Симакове То есть я считаю, что Симаков, он был намного лучше Был бы на посту Вячеслав Симаков, мы имеем в виду руководитель Североуправления по Первомайскому району Долгополов, по-моему, Октябрьский район При этом мы знаем, что Симаков тоже там Если я не ошибаюсь, член Единой России Все время Не знаю, не уверена, ну ладно Топит, проводит компании там Использует ресурс там и все такое То есть я к нему сейчас не как к представителю там политической там партии какой-то А как к главе А напомните, к Осипову-то были претензии в чем? Вот в тот момент, когда его только-только назначали Ведь он же еще не успел А к нему претензии были, что это человек, который не имеет никакого опыта управления То есть не только территориального опыта не имеет То есть вы знаете, что я не потому, что человек сволочь или подлец Или еще что-то, так сказать Я смотрю, а вообще способен ли он управлять? На самом деле нет Ну то есть если без опыта, то сразу же не способен Тут не вопрос, у него и образования толком нет У него опыта управленческого как такового вообще толком-то То есть каких-то достаточно сложных социально-экономических систем нет То есть нельзя взять человека с улицы, предпринимателя, бизнесмена И поставить на должность управления То есть этот человек все равно должен какую-то бюрократическую лестницу пройти Понятно, что при нынешней ситуации, когда там Единая Россия узурпировала практически все посты, условно говоря То невозможно там, чтобы попал туда человек, которого правящая партия бы не согласовала Не согласовала, да Так, ну мы помним, как проходила Я прошу понять, что это не реклама или не антиреклама У нас сейчас очень сложный период Да, я прошу понять, что я, ну извините, я не могу объективно говорить, не оценивая эти условия существуют То есть мы не говорим о выборах, мы говорим об управлении городом Поэтому я вижу, что вы качаете головой, ну я понимаю, я прошу Роскомнадзор или кто там будет Избирком Понять, что сейчас идет анализ управленческой деятельности Осипова И это частное мнение И это частное мнение, да Которое Азия Сагаев имеет право Так, возвращаясь все-таки к Осипову, да Вот к тому моменту, когда его утверждали Мы действительно это помним, что с трудом его удалось провести на этот пост Просто три раза там практически, да Голосование организовывали Нет, у меня вопрос Это потому, что и члены Единой России понимали наверняка Ну это и предположение мое То есть Что человек не готов Что этот человек не готов То есть, ну, это значит, что здравомыслие и в членах Единой России присутствует Так, не откажешь Вот, поэтому, ну, видите, я уже исправился Не просто там Да, теперь похвалили Это для избиркома Для избиркома Азиз Алиевич Значит, смотрите, все, вспомнили, как это было Дальше, значит, мы с вами проанализируем все-таки там какие-то основные промахи и ошибки Но почему именно сейчас? Ну, то есть вы сказали, когда бы не ушел все вовремя Но почему именно сейчас? Месяц же можно было подождать? Ну, во-первых, почему раньше нельзя было? Или почему не подождать месяц? Ну, потому что, ну, хороший повод показать, что Новый глава Кировской области Александр Соколову мы имеем в виду Да, да, действует Он пока еще временно исполняющий обязанности Да, да, действует То есть он видит реально, что человек не справляется Что человек не на своем месте Ну, это классно Если он видит, да пусть использует хоть что Для того, чтобы показать людям, что он способен там оценить и принять решение Ну, ведь это достаточно, ну, как бы решение такое, ну, серьезное там Ну, конечно, за месяц до выборов город без главы администрации оставить Да, ну, пусть люди видят, что он способен на такие, как бы, серьезные решения Вот, поэтому пусть он использует все, что угодно Если это будет на пользу Я считаю, что уход Осипова на пользу городу Даже несмотря на то, что вот сейчас такой переходный период получается, да? То есть кому-то придется подхватить Посмотрите там какой аппарат, что там такое произойдет Ну, я надеюсь, что вместе с Осиповым уйдут еще целый ряд замов, которые там И сотрудников, которые там, как бы, занимались обслуживанием, так сказать Его интересов или чьих-то еще интересов Я очень на это надеюсь Это моя точка зрения Вот, поэтому... Ну, вот поэтому... Но горожане не почувствуют этот уход? Нет Нет? Нет, потому что... Проблем не будет? Не зима, слава богу У нас предыдущий глава администрации Илья Шульгин зимой уходил И вроде бы не утонули Мы в сугробах Да, нет Просто дело в том, что для того, чтобы почувствовать, нужно достаточно там какой-то серьезный срок Потому что, еще раз говорю, город, область, это серьезная социально-экономическая система Чтобы там произошли изменения Так Должна атомная бомба упасть Не дай бог Вы почувствовали А если это не происходит, значит, изменения вы почувствуете через некоторое время То есть, ну, назначили в Рио Соколово, например Вы эти изменения почувствуете Но в лучшем случае, какой-то будет период Наука управления делит эти строки на короткосрочные, среднесрочные и долгосрочные То есть, какие-то решения будут уже, покажут себя уже через год, например Краткосрочный период Но не через месяц, не через два, не через три Почему и дают там вновь прибывшим Сто дней Да, дают сто дней Потому что это, ну, уже что-то может произойти Вот, то есть, а так, ну, да, смотришь на действия Ну, окей, хорошо, ладно Вот, какие-то действия не нравятся Ну, понимаешь, что ничего не изменит Какие-то действия видишь, что изменит Я думаю, что вот из замены Осипова Если придет более-менее достойный человек, конечно, изменит ситуацию в городе Но я так понимаю, что сейчас, во-первых, надо сказать, что ведь депутаты еще должны принять отставку Они ведь могут и сказать, что нет Ну, да Не примем Ну, да Как же, там, понимаете Там же команда Соколова вдвигается, значит, в городскую думу А большая часть из них уже депутаты Ну, как они, будучи командой Подождите, то есть, вы все-таки склоняетесь к тому, что это по инициативе Александра Соколова Дмитрия Осипова подставка уходит, да? Да Я уверен в этом Понятно Я уверен в этом Вот, ну, еще потому, что, так сказать, в тень ушел, значит, его, ну, как это сказать, хозяин С моей точки зрения С моей точки зрения, так сказать, Чурин Поэтому Тут надо сказать, что ставленником Александра Чурина Дмитрия Осипова называли, да? Председателя правительства Для меня, лично для меня, равен слой услуга, прислужник, там, и так далее, и так далее Понятно Ну, то есть, вот, такая, ну, как бы, политическая, скажем так, перестановка, да? Не знаю, там, условно, рычаги влияния какие-то теряются, может быть, у кого-то А нет у вас мысли о том, что Дмитрий Осипов очень непопулярная, может быть, фигура? Ну, вот, учитывая, что у нас традиционно все беды городские сваливают на главу администрации Кто виноват? Ну, естественно, глава администрации Вот, и это просто такой, ну, отчасти хитрый предвыборный, может быть, шаг, да? То есть, убрать непопулярного человека и таким образом Он не был особо популярным или непопулярным Он какой-то вот был никакой Слушайте, ну, вы вообще не даете человеку, который проработал довольно длинное время Долго и, да, на посту главы администрации Вообще ничего хорошего им по-вашему мнению? Не проработал, просидел Вот так Сложно даже его деятельности дать оценку, потому что он просто просидел И какие-то яркие моменты в ее деятельности, они появлялись только тогда, когда он, значит, перекидывался там всякими словами там с депутатами городской думы Пикировался с ними Пикировался, которые его ругали, он там, типа, вот там еще что-то То есть, это все, что можно о нем сказать больше В этом смысле, ничего хорошего о нем нельзя сказать Ну, а как же дороги, например, смотрите Какие дороги? Дороги делаются, дороги Причем здесь он? Вот вы, когда говорите дороги, даже не вспоминайте Фамилию? Никого Никого К этому поводу И причем здесь, значит, глава города или там председатель правительства вообще ни при чем Деньги выделены, подряды разыграны, подрядчики там Это ремонт, это ремонт А уборка зимой? Смотрите, у нас же А уборка что? У вас были претензии прошлой зимой? Конечно К тому, как город убирают? Да Не было ощущения, что стали лучше убирать? Не было, не было Помните, ведь тогда говорили, когда Дмитрий Осипов приходил, говорили, что он из дорожной сферы к нам приходит Значит, вот в этом смысле у нас все хорошо будет Я об этом говорил? Нет, это не вы, это вообще в целом Вообще говорили, ну нет, нет, ничего лучше не стало Понятно То есть, вообще ничего Для того, чтобы стало лучше при тех же ресурсах, нужно иметь организационные способности, управленческие способности, чтобы теми же ресурсами добиться большего эффекта Ладно, окей Этот человек не способен, у него управленческой квалификации недостаточно И кого же тогда вы видите на этом посту? Ну я считаю, что вот Ну то есть, нет, смотрите, давайте вот, может быть, даже не фамилии там, да, называть А просто по, там, не знаю, по набору профессиональных характеристик Мы понимаем, что кто-то сейчас Дмитрия Осипова заменит Отвлечемся от партийной принадлежности До выборов, отвлечемся от партийной принадлежности Потом стучатся выборы И потом, надо полагать, нужен будет новый глава администрации Ну а почему новый, это уже оставить, если он как бы Кого? То есть сейчас, можно, во-первых, сейчас никого не ставить А, в смысле, вы имеете в виду временно исполняющего? Да, да, да Можно никого не ставить А если ставить, то сразу ставить с точки зрения, что, ну даже кто бы не победил Никого не ставится, кто будет за выборы, отвечает за организацию, что вы? За какие выборы? Ну мало что А при чем здесь глава администрации и выборы? Как выборы? Как? Вот вы сами меня ведете к партии? Нет Вы хотите, чтобы я об этом поговорил? Нет, ну почему? Потому что там же еще, ну какие-то За какие выборы? Технические какие-то вещи? За то, чтобы какая-то партия особенная победила? Нет, нет Нет, я не про это Ну просто вообще выборы, а в городе вот нет главы администрации А если что-то случится? Ну есть зам А если что-то случится? Есть зам Трубы прорвет в конце концов Ну ладно В общем, ну его, значит, все-таки будет Ладно Вот по набору профессиональных характеристик Каким должен быть этот человек? Вы говорите, у Осипова было недостаточно управленческих каких-то качеств Это человек минимум Да, минимум должен иметь опыт управления территорией Опыт составления каких-то программ, проектов по развитию города Реализации То есть он должен все-таки в сфере городского хозяйства поработать Так или иначе, сколько-то должен Причем не на инструкторах там И не как там, не на специалистах, консультантах А чуть повыше И должны быть у него реальные, реализованные на территории проект То есть это может быть не обязательно городской человек Это может быть из муниципалитета деревенского какого-то нашего Ну районных там муниципалитетов Пожалуйста, если есть такой человек Там же кадровый конкурс Он еще заявку должен отдать, насколько я помню Ну да, но это же все мишура на самом деле Ну мы же с вами сколько проходили Вы верите реально, что вот этого человека будут выбирать? То есть что вот сейчас найдется Выбирать? Нет, я никогда не верил, что этот человек будет выбирать Не на прямых выборах я имею в виду А что вот найдется человек талант, его он подаст документы И вдруг внезапно станет главой администрации Давайте так А не то, что этого человека уже давно выбрали и определили, кто это будет В вашем вопросе несколько вопросов Есть ли талантливые люди на территории Кирова? Есть, сто процентов Я даже знаю, что вы скажете Да, есть, обязательно есть Значит, находится ли он в поле зрения тех, кто по факту назначает как бы главу администрации? Ну, скорее всего, да Потому что я не считаю людей, которые занимаются поиском кадров Ну, совсем уже прямо вот дураками как бы То есть уверен, что они более-менее видят тех, кто Способен Способен это сделать Поставят ли они? Потому что очень часто те люди, которые назначают главу администрации Они выбирают человека не по его профессиональным качествам А по его ненравящимся нам личностным качествам То есть, чтобы он не выпендривался, даже когда ему не нравится Не шел против, даже когда это незаконно А искал способ придать этому законность Не выступал, когда это в интересах отдельных людей Отдельных чиновников или отдельных бизнесменов Но не в интересах горожан То есть, возможно, будет поиск опять такого человека То есть удобный, послушный, лояльный Да Но при этом с набором каких-то профессиональных управленческих качеств Вот этого вот человека мы увидим, скорее всего Вы про это Вот дело в том, что очень часто человек с профессиональными качествами И то последнее, что я сказал, не сочетают Вот Не сочетают А поэтому Человек с профессиональными качествами обычно себя уважает Да И не готов, например, идти на какие-то очень жесткие компромиссы Да, на компромиссы, которые его, ну, позорят, скажем Потом будет пятно на его имени Поэтому очень часто те, кто назначают таких людей Выбирают Скорее всего, по-последнему То есть, вот чтобы это был как бы гибкий, лояльный, готовый на все человек Чем был бы он профессионал Да, вот сам Осипов Пример Так, и что же тогда? Ну, мы же как бы все надеждой живем На то, что? На что? Надеждой живем на то, что На результат выборов? Новый глава региона нашего, Кировской области Избранный по результатам выборов 10-11 сентября Так Вот он назначит на эту должность человека все-таки по профессиональным качествам Потому что он сам будет профессиональным человеком И будет способен не бояться профессиональных людей То есть, способен с ними дискутировать Помните мой пост про диалог? Кому нужен диалог? Вот чтобы истина и правда рождалась в диалоге В диалоге или в дискуссии? В дискуссиях, в диалоге Так диалог предполагает все время, так сказать Не обязательно, ну ладно Все равно, я же управленческий диалог имею ввиду Хорошо, понятно Вася, как у тебя дела? Окей, хорошо, Петя Диалог Да, диалог Это не диалог Это что? Это повод пойти и выпить, так сказать Чаю Чаю Да Поэтому, думаю, что вот на это надежда А другой-то, другая какая надежда Ну, может быть, у нас надежда на то, что Что во время выборов городской думы Будет избран правильный состав Так можно, да? Товарищ избирком, так можно говорить, да? Не знаю Правильный, неправильный Любящий свой город состав И вы прямо верите, что вот любящий свой город состав Найдет такого профессионального человека, который Не проголосует за непрофессионального Да, а не проголосует за непрофессионального А у них же три человека в комиссии Так От городской думы Из десяти Я надеюсь на то, что это будут мужественные люди, да? А не те, кто вот сейчас оказался там, условно говоря Хотя там тоже были люди, которые против Ну, вы же помните, да? Да, да, да Как Осипов утверждали Да, да, да Даже не мужественные люди Да, да В вашем понимании И то три заседания получали Ну, вот, чтобы было десять заседаний Чтобы не утверждали Так Чтобы нашли в себе силы выступить в интересах Города и горожан В интересах людей, живущих в городе, да В интересах Потому что, когда говоришь город, это нечто абстрактное О, подумаешь А вот в интересах конкретных жителей Чтобы не прошел непрофессиональный человек Непрофессиональный и неверный, не любящий Кировского Город Киров человек А вы, кстати, вот если сравнивать там, да По набору там качества И по их приоритетности Вы все-таки на первое место ставите опыт И управленческие, и профессиональные работы в городском хозяйстве Или вот эти вот характеристики Этику я ставлю Этику Да, да, да Вот эти человеческие качества То есть если человек хороший Может ли быть плохой человек хорошим специалистом? Конечно Может? Конечно Плохой человек хорошим специалистом? Я уверена в этом Никогда Нет? Нет Потому что, какая бы у него квалификация ни была Он все время будет выступать в шкурных интересах Почему? Ну, плохой человек, он только в своих интересах работает Слушай, ну нет, мы же с вами уже углубляемся Не, почему, а вот хороший человек, он понимая То есть он когда Хороший человек, если говорить, не профессия Ну, это мало ли чего говорят Это для отговорок говорят А вот хороший человек, который реально будет любить И будет в интересах жителей города У него будет желание действовать Он разберется во всем Он разберется во всем Потому что у него будет мотив У плохого человека нет мотив, кроме личного интереса Понимаете? А у хорошего человека мотив сделать людям хорошо И он будет разбираться во всем Поэтому, когда вы меня спрашиваете То я ставлю на первое место, да, вот эти этические, как бы, качества человека А вы верите, что человек с высокими этическими, моральными качествами Вообще способен пойти, скажем так, работать в органы власти Горя желанием причинить добро городу и горожанам Учитывая вообще весь, ну, скажем так, бэкграунд Кировской области последних лет Что у нас постоянно кого-то куда-то сажают, забирают, допрашивают, не знаю, отправляют в колонию А, несложность, знаешь, в чем заключается? Сложность заключается в том, что человек с высокими этическими качествами Он прежде чем идти на какую-то должность Он оценивает себя Он сомневается Всегда Правится ли он Всегда С теми задачами А вот те, у кого нет этих этических качеств Он ему говорит Пойдешь? Так, пойдем Сколько зарплаты? Сколько зарплаты? Нет, что там пилить будем? А, вот это попилим Вот так вот сделаем Тут вот, может быть, еще добавится Еще вот так вот Как бы Вот в чем сложность заключается И поэтому, конечно, сложно будет найти человека с высокими этическими качествами И с высокими профессиональными качествами Но, извините Который еще будет готов в 5 утра на планерку приезжать каждый день Да, но, извините, в этом и заключается, как бы, сам пост и назначение человека То есть, вы должны найти этого человека И есть такие люди Это данка такой должен Есть такие люди на территории Кировской области Очередной раз зададимся, как бы, этим вопросом И ответим В Идерике, что есть? Да А хотят они пойти работать главой администрации города Кирова? Вот, если вы встретите человека с высокими качествами Который оценит, что он способен Но при этом он по каким-либо причинам не хочет в политических дрязгах участвовать Или что-то еще То вы всегда сможете его смотивировать на какой-то ограниченный срок Пойти в интересах своего народа На этот пост То есть он скажет Да, хорошо, я пойду на 3-4 там Вот этот, выполню вот эти задачи И потом больше от меня ничего не требуется Я уйду Он не будет 2 срока Потом продлевать 3 срока 4 срока Он выполнит свою функцию В интересах людей И уйдет Потому что у него высокие этические качества Вы какую-то утопичную картину сейчас рисуете Честно говоря Я, Азиз Ильич, не верю в это Мне кажется, что все будет по-другому, конечно Будет найден человек Может быть, с хорошими управленческими качествами Но вряд ли этот человек Будет на первое место ставить интересы города и горожан Скорее всего, все равно он будет ставить на первое место Интересы тех людей Которые его так или иначе рекомендовали Вот, мы же в России с вами живем Ну, в сегодняшнее время Ну, я на это вам просто скажу Дай Бог и слава Богу Ладно Давайте мы поговорим сейчас немножко про бизнес У нас есть 3 минуты до перерыва Мы начнем и после перерыва продолжим Ну, одна из больших претензий Которую в последние месяцы активно высказывалась Дмитрию Осипову Это история с Ну, фактически заморозкой Да, выдачей разрешения под строительство Следствием чего Ну, в том числе и по этой причине Да, стало Значительное подорожание Квадратных метров в Кирове И вот мы видим уже, что Приехавший в Рио Александр Соколов Со строителями встречается И мы видим даже такие бравурные Немножко пресс-релизы На сайте правительства О том, что Условия должны быть едины для всех Вроде как строители с Рио договорились И тут же министр строительства Приезжал в конце прошлой недели И кому-то даже там Да, какие-то благодарности выказывал И куда-то съездил, посмотрел И тоже нам что-то пообещал В том числе там и капремонт И все-все-все И парки благоустроить Кстати, к юбилею Вот Вам как кажется Вообще Договорились Или вот эта видимость Такая пока создается Или просто стороны Пока не поняли Что они Друг от друга хотят Видимость Она должна была При любом варианте быть Так Мы эту видимость получили Вот Почему она должна была быть Потому что Еще раз говорю Новому главе Будущему главе Ну, сегодняшнему В Рио Так Это нужно Он же избирается В смысле Ему надо показать Что он со всеми Нашел общий язык Вы про это, да? Ну, или найти этот общий язык Нашел И этим показать Что он готов к диалогу Но то, что он сейчас говорит И то, что он скажет После 9 сентября 10 11 11 сентября 9 сентября, да Это может быть Может быть и разные вещи Может быть Я не знаю Но может быть Это и будут разными Так сказать Диалогами Что касается Строителей Я Посомневаюсь В том, что они Там Чтобы все были равны У всех были равны Права Эти же строители Очень часто Сами делали все Своими же руками Компании Компании Чтобы у некоторых Было Некоторые были Чуть-чуть ровнее Чуть-чуть ровнее Да Ну, всякие факты Я свою точку зрения Это Особое мнение Мы все Помним Как бы Те или иные обстоятельства Вокруг земельных участков Вокруг того У кого Какие отношения Были с бывшим Главой города Там Быковым Значит Кто Значит Когда Куда На какой участок Залез Зная Можно на этот участок Залезать Или нельзя На этот участок Залезать Какими путями Это делалось Значит Ну И много других Поэтому В равенство Вы не верите Нет В равенство Бизнесменов Вообще И строителей В частности Я не верю Потому что Каждый бизнесмен Он Не за равность Не за равенство Между собой А каждый из них Старается Больше заработать Это естественно У каждого ищет преимущество Общего бизнеса Мы это должны учитывать Просто Ну Посмеиваться Над этими заявлениями Условно говоря Про равенство И так далее И так далее Меня Меня Смутило то Что Во всем Этом разговоре Не учитывалось Стратегии развития города То есть мы говорим О развитии отрасли Но не говорим О развитии Города И области Да Почему мы не говорим Мы выясним после рекламы Особое мнение На 101FM Азиз Агаев В нашей студии Мы продолжаем Остановились на том Что стратегии развития Стратегии развития строительной Утрасли Будет Ну вот Пятилетнюю Собираются Разрабатывать Да Но при этом Почему-то не учитывают Стратегию развития города Вот Это меня и смущает Что они Говорили об этом Вне стратегии развития города И вне стратегии развития Кировской области А это Опять И они встроят потом Они же строители Они встроят Стратегию Вот это вот Ну как бы Дилетантский подход Который обычно приводит Ну не к правильным На самом деле С вами ведь не знаем Как там было Может быть Они и встраивали Ну мы знаем То что И вообще Говорить о Стратегии развития области Можно только После того Как ты согласился Или не согласился Стратегии развития области Которая есть Почему Потому что Ну хорошо Мы будем строить В городе Кирове И все Больше нигде не строим В области Имеется ввиду Да Ну это как раз плохо В области должно появляться И мы переходим От стратегии развития Кировской Городной Строительной отрасли К стратегии развития Кировской области Автоматом переходим А вам зададут вопрос А почему мы должны Строить в области Если там Ничего не развивается Ну да И платежеспособности Нет никакого А на каком основании Мы там должны А что там будет То есть Есть масса вопросов На которые Придется При разработке Стратегии Развития Строительной Отрасли Отвечать Причем Отвечать Мы должны Не вот так Вот сидя за микрофонами В формате диалоги Отвечать Должны документы И задачи Перед Стратегией Развития И вообще Перед строительной Отраслью Должны Ставить Из документа Из документа Который называется Стратегия развития Кировской области И поддерживать Надо Именно Те направления Развития строительной Области Строительной Отрасли Которые Согласуются Стратегия развития Кировской области Приняты Утвержденные Согласованные Разработаны Я не имею ввиду Тот документ Который годен Ну не знаю На что там Ну ладно Не буду грубо говорить Для топки Условно говоря Который разработан Причурение А я говорю О документе Который Реально Должен Иметь Какие-то Реальные Основания Реально Нам Говорить Как Выглядит Будущее Кировской области Через 5-7-10 лет Вот О таком Документе И Вы помните Мою позицию По стратегии Развития Города Кирова Которую Разрабатывали Умные Сотрудники Финансовой Академии При правительстве Понятно Что При этом Все говорили Что Ну нам Чтобы деньги Получить На развитие Города Из федерального Бюджета Нужна бумажка Ну теперь Утритесь Этой бумажкой Утритесь Потому что И денег Вы не получили Как таковые По большому счету И Значит И развитием Города Толком Заниматься Не будем То есть Нам надо Заниматься Не для того Чтобы Получать Какие-то Деньги Из федерального Бюджета Нам надо Заниматься Для того Чтобы иметь Реальную Картину Куда мы Идем В общем Создавать Рабочую Группу По разработке Программы Развития Только строительной Отрасли Бессмысленно Я считаю Что Не бессмысленно Но Не на первом Этапе Не на первом Этапе Ладно У нас Очень мало Времени Поэтому я Бегом Перебегаю К следующей теме Которая Все равно С этой темой Связана Мы уже Сказали Про визит Министр строительства Вы видели Что К Рио Приезжают Все походы Министров Мы помним При Белыхе Сколько министров К нам приезжало И в том числе Перед его Повторными Выборами Перед единственными Он первый раз Назначен был Перед единственными Да Перед единственными Выборами Ну окей То есть это Пока идет Пиар-компания То есть вы так Это расцениваете Пока это Пиар-компания То есть это пока Это плохо Демонстрация Нет Это демонстрация Возможностей Типа нового Нового в Рио Пока в Рио Да Пока в Рио Ну будущего Нового гувернатора Мы так не можем Пока Ну не можем Хорошо Ну нового в Рио То есть это демонстрация Это тоже некая Пиар-компания Что смотрите Я только щелкнул пальчиком Они все Начали Ну нет Может быть он там Договаривался долго Ну так это должно выглядеть Не то что я долго Договаривался Представьте себе Он бы сейчас там Скал что вы знаете Я так долго Договаривался То есть это совсем не то То есть он Как раз это выглядит так Пришел Так министр культуры Сюда Приехал Так министр строительства Сюда Приехал Там кто еще там Значит Следующий Сюда И опять приехал То есть это выглядит Должно так Тогда мы должны Поверить Ничего себе Какое у нас Не так может быть Совсем Да Но там вот Мы знакомы с этим Я позвонил Я утрирую Я утрирую Объяснил зачем И человек У нас есть такой человек Как бы Вот Что он может Поднять трубочку И сказать Приезжайте Да Друг У нас тут много проблем Приезжайте Друг у меня тут есть вопросы Давай может быть это Ты приедешь Может что-то там Посмотришь Да Из там И поможешь Бюджета Который у тебя в распоряжении Может ты что-то И сможешь Это нормально Это нормально И даже пиар-компания Перед выборами Это тоже нормально Да Я про это и говорю Но я не говорю о том Что Я не говорю о том Что после окончания Выборов Что это все останется в силе То есть У меня есть сомнения Обещать не значит жениться Это называется Обещать не значит жениться Обещать не значит жениться Потому что Вы знаете У нас много будет проблем И есть уже в стране Которые нужно решать И куда можно направить Федеральные деньги То есть вы думаете Что может быть Кировской области Не достанется Всех тех миллионов Которые нам обещают Я предполагаю То есть Думаю это Ну думаю Но предполагаю Что скорее всего нет А что будут резать Тогда Вот на ваш взгляд В первую очередь Ну то есть Что-то ведь оставят Наверное Из обещанного Условно Дороги наверное И оставят Да Какие-то вещи К юбилею города Наверное И оставят Ну какие вещи А что там у нас Уж очень большое Что-то к юбилею города Да не Ну пока-то особо Ерунда Не о чем говорить По дорогам Тоже могут уменьшить Потому что Есть места Где нужно будет Дороги делать Где дороги В худшем состоянии Чем в Кировской области Да где дороги В худшем состоянии Поэтому Не знаю Поэтому тут Но сам факт того Что приезжают люди Из Москвы Высокого достаточно Ранга Это нормально Это хорошо Это хорошо Это хорошо Это значит Что Кировская область Все-таки есть Где-то там На картах В Москве Да Где-то есть Потому что Вот назначен Новый В Рио И самое-то интересное Что я надеюсь Что он понимает Что в этих условиях Все-таки Как раз нужны Реалистичные планы Реалистичная работа По реализации Этих планов Вот планы На миллион туристов В двадцать четвертом году Не очень реалистичный план Не очень реалистичный план Потому что Это пока не план А это просто Как бы Показатель Типа набросок Знаете У художника говорят Я сделал набросок Потом пошел домой Повспоминал Посидел Сделал из этого Я не знаю Как у них там Следующий этап Эскиз Или там Рабочий А потом уже Еще посидел Цветами наполнил И получился У меня Шедевр То есть Это пока Ну вот я вам кинул Ну-ка подумайте Пообсуждайте Окей Вот инфоповод Появился Просто двадцать четвертый год Это год юбилейный Насколько я понимаю И вот эти туристы Которых пока считают Еще только По объектам размещения То есть Где они там Остановились Если да То плюсик ставится Что этот человек В Кировскую область Приехал Как турист Ну тоже зависит Если очень много Тут ведь смотрите Если просто Я рассматриваю Туризм с другой точки Не то что на один день Двенадцатого Или какого там у нас день Июня Июня будет Приехали и уехали Я считаю Что ну вот окей У нас В Кирове Начинается В Кировской области Прекрасные там Условия Там в мае Например Погода Погода начинается К микрофончику пожалуйста Погода начинается И зелень начинает Там Ну вот И до Там первого октября Например Вот А потом Октябрь-ноябрь пропускаем Потому что там Самим нам не нравится И с первого декабря Мы живем до Там Ну первого апреля Например Давайте до 28 февраля Ну хорошо До первого марта Ладно До первого марта Ладно Хорошо Вот я считаю Что вот если будет у нас Вот в эти сроки В эти сроки Много туристов Гостиницы будут все время заполнены Все объекты Которые есть Культурно-исторические И так далее И так далее Будут там Посещаться Все развлекательные центры Которые есть Все время будут заняты И так далее Как мы будем Заманивать этих людей Учитывая что сейчас Внутренний туризм Развивается И он будет развиваться И в следующем году И через год И будут все регионы Активно заманивать К себе Потому что люди приезжают И тратят деньги Здесь на территории региона А Кировской области Пока вроде как И нечем похвастаться У нас нет красот Как на Алтае Как на Урале Не знаю У нас нет тут Прям каких-то Очень уж памятников Старинные Как по Золотому кольцу Да есть у нас красоты Есть и Ну и такие красоты Есть Можно все красоты оформить Я видел много стран Где из ничего Полтора года Осталось На то чтобы оформить Вот Хороший Вот вы всегда Вот такой молодец Вон мне сказали Полтора года осталось Я хочу чтобы решался вопрос Не а полутора лет И поэтому Когда вы говорите Как это сделать Это вопрос Стратегии развития Туризма На территории Кировской области Ау Серый дом Через дорогу Через дорогу А вот Тут вот Анна Лапшина Просит у меня Ответить на вопрос Как это сделать Давайте мы Как бы это Разработаем Нормальный Хороший Рабочий Действующий Способный К реализации Документ Который называется Как это сделать Анна Я Вполне серьезно То есть Вы правильные вопросы Задаете И я вам Пытаюсь правильно Ответить Если я сейчас Начну разлагольствовать Как Это будет Мое мнение У нас минута осталась Мое мнение По поводу того Как Вот я вижу Развивать там Туристическую отрасль Но за полтора года Невозможно Это сделать Давайте так Невозможно Невозможно Нет Невозможно Поэтому мы говорим О стратегии То есть Мы должны себе Поставить на 3 За 3 уже можно Большие дела сделать На 3-5 лет Поставим себе задачи И будем быстро Быстро двигаться То есть Условно За один губернаторский срок Это сделать можно 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 За один губернаторский срок Тем более Что какие-то Все-таки Зачатки этого Уже есть Да Просто надо людей Которые сидят В этом сером доме Заставлять работать С активистами С людьми Которые реально Хотят изменять Что-то На территории Кировской области К лучшему Городских активистов В том числе Мы имеем ввиду Городских Анатолия Курбатова Да Он же правильно говорит Я купил вот эту башню И вот сделал Да Молодец Берешь и делаешь Вот это один из Как бы И вот надо Реально Он Может быть Не совсем Как бы Ставит вопросы Там Понятно Для многих Но мне В принципе Понятно Что он говорит О чем говорит Вот То что Власть Там Основная Как бы Первая Задача Власти Определиться Как Определиться С вопросом С ответом на вопрос Анны Лапшиной Как это сделать Как это сделать Азиз Алиевич Спасибо большое Мы особое мнение На этом заканчиваем Время наше завершается Да Мы прощаемся Азиз Агаев Директор аудиторско-консультационной Компании Бизнес Информ Был сегодня В особом мнении Рады было Спасибо всем Да До свидания До свидания Особое мнение На 101FM